Маятник времени. Один из самых уникальных областных проектов за последние годы завершился. Грандиозный галоконцерт прошел накануне в Театре юного зрителя Державенского университета. На торжественной церемонии закрытия побывал Павел Румянцев. В рамках праздничного концерта представлены театрализованные драматические инсценировки, в основу которых легла книга «Солдаты в бессмертии идут», а также лучшие военные песни советской и российской эстрады. По словам организаторов, проект «Маятник времени» не заканчивается галоконцертом, а только набирает обороты. Мы будем продолжать выпуск поэтических видеороликов. Мы будем готовить большую презентацию книги «Солдаты в бессмертии идут». Мы готовим выпуск музыкального альбома и DVD-диска. Сейчас есть договоренность с управлением образования Тамбовской области, что материал проекта – стихи, видеоклипы, песни – будет принят в систему образования и будет использоваться на уроках литературного краеведения. То есть проект будет жить дальше. «Маятник времени» – это проект, который призван напомнить всем, как тяжело ковалась победа в кузнице войны. Каждый из участников подошел к выступлению по-своему и пытался донести до зрителя что-то свое, личное. Я, прежде всего, вспоминал своих близких, свою бабушку, которая мне рассказывала о войне, совсем не книжные вещи. Я вспоминал своего деда, которого я никогда не видел, но о котором очень много знал, благодаря рассказам отца, все той же бабушки. И вот эту, понимаете, связь, просто неразрывную связь, кровную связь с теми людьми, которые совершили этот подвиг. «Чтим память тех, кто не вернулся, и помним тех, кто выжил на войне». Именно под таким девизом прошел галоконцерт – торжество, объединившее под одной крышей людей всех возрастов и оставившее в сердцах участников и зрителей свой неизгладимый след. Павел Румянцев, Михаил Трофимов, Александр Щеднов – Область новостей.